МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомелю. Студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Техогляд отвязали от дорожного сбора. И на диагностичных станциях заявились очереди с десятков машин. Лучшим причина, доведались наши корреспонденты. Выкрики часу потребуют особливой отказности. Сегодня у Гомеля произошла встреча починающих и опытных классных руководителей. Час добрых справ в Гомельском епархиальном управлении отбылась доброчинная акция. А сейчас об этом и иншем больше подробно. Президент Беларуси Александр Лукашенко повиншовал работников, ветеранов системы органов и организации социальной обороны с профессийным святом. Беларусь – социально ориентованная держава, якая грунтуется на принципах справедливости, гарантует необходимую поддержку каждой семьи, каждому человеку. Социальные работники обороняют интересы наших грамадян, дающие шмат уваги тем, кто за разных обстоятельств не может сам про себя поклопотиться. Людям с обмежеванными макшимостями, детям старым. Говорится о веншевании. Это непростая штабионная праца потребует представников вашей профессии, особливого терпения, милосердности, умения супероживать. Такие якости вельми каштовные подчас борьбы с пандемией коронавируса, коли вы допомагаете не только усилу службовых обовязков, а и по заклику сердца, бескорыслево. Переконаны, что так будет и надалей, означал президент. Александр Лукашенко пожадал работникам и ветеранам системы социальной обороны мощного здоровья, удачи во всех добрых починаниях, счастья и добробыту. Официально опубликован и обновленный податковый кодекс. Своим закладены меры по стимулированию деловой активности, инвестиционной привабности, а так само спрощение податкового администрования. Нововведение тучится индексование ставок податков, применение спрощенной системы, а так само индексации граничных по меру податковых льгот выликал по подоходным податку с физичных особ. А кроме того, удосконаленный парадок вертания податку на добавленную вартость по системе Tax-Free. С початку студени отменен дорожный сбор. Замец которого уведены транспортный податок, его по мере меньше, чем держ пошлина. Это позволяет отвязать оплату дорожного сбора от прохождения техогляду. Таким чином будет выращенное питание протягнения дофинансования расходов державы на развитие дорожной инфраструктуры автовладательников, которые ухилялись от оплаты держ пошлины. Марина Северьянова с подробностями. Александр Коваль на диагностичную станцию 1-го автопарка приехал с самой ранницы. Кажет, не ожидал, что будет такая черга, ожидающих пройти техогляд. Скажите, пожалуйста, долго ли вы ждали свою очередь? Да, конечно, с 9 утра ожидал. Вот, только заехал. Это была живая очередь? Или вы записывались? Нет, это живая очередь. А вы уже были на каких-то других станциях техобслуживания? Я каждый год здесь прохожу, поэтому мне здесь нравится, но в этом году все сложно. Вы сегодня уже будете спокойны? Наверное. Ешедин Александр каже, что на диагностичную станцию приехал не за жиотажем, а потому что просто так привык. За рулем с выше 20-х годов. И безопасность на дороге, которая в тумлику залежит и отстану автомобиля завсюды на первшем месте. Сколько ждете в очереди? Ну, часа 2-3 где-то так. Какой вы были по счету? А я даже не считал так, сколько по времени. Почему решили одним из первых пройти техосмотр в этом году? Ну, потому что всегда прохожу, как положено, техосмотр. И решил, вот срок заканчивался, решил пройти. То есть это не потому, что ажиотаж, а потому что вы просто так привыкли заканчивать и сразу проходить? Да, чтобы проблем не было нигде ни на дороге, ни с ГАИ. Ну, чтобы не нарушать ничего правила. На диагностику автомобиля отводится до 18-ти хвилин. За этот час требует проверить больше 30 позиций. И когда еще у Снежной сюда приезжали 30-40 машин в день, то угородшие студенские дни – утрая больше. Так, учера, от их огляд, прошли больше 120 автовладельников. Сегодня, в середине прационного дня, свыше 80 транспортных сродков. С начала вашей сегодняшней смены какая машина уже у вас? Ну, по счету я сказать не могу, потому что, ну, где-то на двоих около 70 машин уже проверили. То есть… Непривычно много? Ну, да. То работали не спеша, а сейчас нагрузка немножко увеличилась, но мы, думаю, вступаемся с этой задачей. На диагностичной станции кажут, что на тех огляд стало приезжать шмот автовладельников, которые годами его не проходили. На питание, чему, тлумачить, что машина была несправная. Але одразу бачено, что причина не в этом. Ну, у нас такие есть. Вот люди приезжают с 16-го года даже, они проходили, задаем вопрос, почему вот, где вы были эти годы? Он говорит, что у меня машина была сломана, а машина там, смотришь на нее, на где-то, как салона она, можно сказать. Ну, то есть отвязали дорожный сбор, люди поехали. Сколько составляет сейчас прохождение техосмотра? Ну, вот как эта машина легковая, она работает двигатель бензиновый, значит, 23 рубля 70 копеек. И плюс допуск? Допуск 8,70. То есть теперь это стало вполне бюджетно, можно всем пройти техосмотр наконец? Конечно, я так думаю, что да. До речи, как не займать шаргу удовгим ланцугу машин, записаться на техогляд можно онлайн. Очень хочу пройти техосмотр и не хочу стоять в большую очередь. Я знаю, что есть онлайн-записи. Расскажите, пожалуйста, пошагово, я думаю, что это интересно не только мне, но и нашим телезрителям. Как это сделать? Нужно сделать, вести в интернете автобусный парк номер один, филиалу Гомерл Бултатранс. Заходим на официальный сайт. У нас имеется диагностическая станция номер 37, выбираем. Выбираем онлайн-запись, выбираем день, который вы хотите. Выбираем время, на которое... Ближайшее, я нашла, 12 января, 10.30. Выбираем. Записываемся, далее. Вводим свои данные, номер телефона и сохраняем. И когда мы приходим сюда, то мы должны где-то показать, что мы записаны. Будет вывешена бумажка с вашим номером автомобиля, вашим мобильным телефоном. При заезде на станцию вас примут без очереди в ваше время. 5-10 минут разбежки. Але автоладальникам варта не забыть не только про прохождение техогляду. Свочасово треба оплатить и транспортный податок. Его ставки в правонане с померами держпошлины значно ниже. Те, кто в 2020 оплатил держпошлину, не будут платить транспортный податок до закончения термина «яедение». 2021 год является переходным годом. То есть, в этом году уплата будет произведиться на основании извещения налогового органа. И она составит для всех транспортных средств одинаково одна базовая величина. В последующем, в 2022 году, налоговыми органами будет производен пересчет в зависимости от времени пользования транспортных средств, от категории транспортного средства. Будет зачтена та одна базовая величина, которая была уплачена в 2021 году в качестве авансового платежа. И налоговыми органами будет, опять-таки, направлено каждому владельцу извещение налогового органа, по которому ему надо будет уплатить с конкретной суммой и сроком уплаты. Срок уплаты в 2021 году не позднее 15 декабря, одна базовая величина, а по 2022 году – это уже не позднее 15 ноября. Контролевать оплату транспортного податку будет податковая инспекция. Тому ухилиться от его оплаты на урации отримается. Принеси Верьянова, Валерий Гапанько, Телера до компании «Гомель». Узвычайный режим работы вернулся корпус Гомельского областного анкодиспансера по улице Циалковского. Ранее тут проходили лечения пациенты с диагнозом COVID-19. Об этом поведомили уголовным управлением охоты здоровья Гомельского обл. Ваканкама. Для хворых на коронавирус в установе вылучили больше, чем 100 мест. В ближайшие дни вернется до нормального життя областный клиничный шпиталь инвалидов Айчиной войны, частка которого так само была переквалификована. Поступовое выведение медицинских установ за режиму «червоных» будет протягиваться. В регионе означается снижение выпадков заражения на коронавирус. Больше подробязная информация в ближайших выпусках новинов. Захопленность молодых и мудрость вопытных. Сегодня у 27-й Гомельской школы, больше ведома, как «Школа миру», отбылось и незвычайное мероприемство. Тут собрались лепшие классные керавники города, как обменяться думками на контвыхование нового поколения. Сустречу под названием «Классный керавник. Лепший миротворец» организовало областное отделение Белорусского фонда «Миру» разом с управлением адукации Гомельского гарвы «Канкама». Протяг темы в наступном сюжете. Перед выходом в актовую залу выстава с калейдоскопом самых ярких моментов школьного життя. Побач с каждым стендом классный керавник. Усяго 16 педагогов. Яны – один из самых лепших в Гомеле. Есть, например, ты, кто обрав эту профессию 40 лет тому и Дагедуль с запалом рассказывает об своей праце. Я очень люблю свою профессию. Я очень рада, что я выбрала именно ее. И, наверное, я еще работаю, хотя имею уже определенный стаж работы за плечами. Дети мне дают силу, радость, радость общения, радость жизни. Сярод запрошенных – классные керавники, які и толькі починають свою педагогічную дзейность. И им ўжо так сама ёсчым подзаліться с каллегами. Знаете, когда я шла на линейку 1 сентября в прошлом году, мне давали классное руководство 10-го класса. Есть такое выражение – поджилки тряслись. Они боялись меня, а я боялась их после 6-летнего декретного. Но спасибо моему классу. Потому что, когда у тебя хорошие дети, получается все в работе. Поэтому тяжелые, активные, веселые. Но с грустью думаешь о том, что уже через полгода придется расстаться со своим 11-м классом. Будете набирать пятый? Да. А в зале початку акции чакаюць и ашчэ 35 классных керавников з усіх районов Гомеля. Выклики часу, политычная ситуация – усёх это потребую от педагогов додатковых ведов и навыков. А от классных керавников – тым больш. Им что дня треба быть не только выкладчиками, а и психологами, философами и просто сябрами для своих выучняв. Классные руководители, кроме того, что он преподает свой предмет, он больше занимается именно таким воспитанием. И вот сегодня мы хотим особенно обратить внимание, как классный руководитель работает со своими учениками в плане воспитания. И гражданско-патриотического, и нравственного, и духовного, и особенно трудового. Видя работы победителей, общаясь с ними, на ум приходят буквально несколько слов. Патриотизм, преданность, бесконечная любовь к детям и к своему делу – это настоящие классные руководители. И сегодня с удовольствием будем честовать этих самых замечательных людей Горьмской области. На встрече кажут, что сейчас основным человеческим каштовностям их развитию в молоде особливая увага. Это працавитость, увага до старейших, патриотизм, моральность. Марины Северянова, Миколай Скинтиян, Валерия Гапанько. Телерадо и компания «Гомель». Новогодние святы протягиваются. Сегодня, когда 400 хлопчиков у девчонок из Гомельской области, наведали театр «Лялик», как принять эту делу ранешнику и отримать подарунки от белорусского товариства «Червоного крыжа» и его партнеров. На мероприемстве побывала Ганна Коральчук. На доброчинном ранешнику у театры «Лялик» собрались юные жахары Гомельского, Будокошалевского, Добружского, Ветковского и Речицкого районов, а так само областного центра. Сироты их дети с обмежеванными махчимостями, сироты, хлопчики и девчонки сошмодетных семью, а так само те, кто трапил непростую житевую ситуацию. Гостей свято очекала интерактивная подорожа. Оно началось у везцы Простоквашина, где их сустракали Матроскин, Шарак и дядька Федор. С допомогой «Чаровного глобуса» дети отправились на пошуки Деда Мороза и Снягурки. Подчас представления они сустроили шмат любимых персонажей из мультфильмов и казок, с якими весело гуляли и танцевали вокруг ёлки и загадывали жадания. Я мечтаю, чтобы у всех было чудесное настроение. И я живу в Романовиче. И меня зовут Сава. Вот это с кем-морозой я попросила мыску. Она не зевая, а пью с собой. А что ты хочешь, чтобы это уходить, чтобы случилось? О чем ты мечтаешь? Мечтаю, чтобы я выросла и все было хорошо. Зовут меня Лиза, фамилия Ярош. Приехали мы обе сбудок Ашелева. Ну, не думаю, что я хотела что-то на Новый год. Наверное, сдать экзамены. Я 9 класс оканчиваю. Меня зовут Маша. Я тоже. Я из Буда Кашелева приехала. Что хотела на Новый год? Что в этом, когда о чем мечтала? Что-нибудь, какую-нибудь игрушку. А то уже давно нет игрушек. Протягнулся ранечник спектаклем доктора Айболит и урочением подарунков. До речеселита, Гомельская областная организация белорусского товариства «Червоного крыжа» разом со спонсорами подрихтовала для детей каля трех тысяч новогодних подарунков. Просмака, уцаца, кадения, обудку. Часть казых была набита адресно. Специально по ожиданию детяти. Дети писали пожелания Деду Морозу. И мы всеми силами, весь Белорусский Красный Крест исполнял эти желания. И те желания, которые было сложно у нас в области исполнить, они исполнялись на уровне нашей столицы. И интересно, что мы уже одну машину подарков привезли. Каждый регион уже отправляем постепенно подарки. Подарки различного характера. И игрушки, и одежда, и обувь. И, вы знаете, такие интересные были пожелания. Дети просили у Деда Мороза исполнить желание, чтобы его родители скорее выздоровели. Чтобы в семье был там порядок. Доброчинный ранечник «Червоного крыжа» стал участкой республиканской новогодней акции «Наши дети». Волонтеры подякнули всем спонсорам, как в регионе, так и в Украине, за эту помощь в набытии подарунков. А театр «Лялик» за подаранную хлопчикам и девушкам казку. Ганна Корольчук, Александр Харлампов, телерадио «Компания Гомель». Добрые справы на передо дни колядов. В Гомельском епархиальном управлении произошла что-то годовая доброчинная акция. Архиепископ Гомельский Жлобинский Стяфан сострялся с представниками детских медицинских установ. С уликом пандемии организаторы акции вырошили провести мероприемство у степлой камерной атмосферы. Уладыка уручил подарочные сертификаты. Центральная городская детячая поликлиника отримала кардиологичную кушетку, а областная детячая клиничная больница медицинской реабилитации – массажный стол. У отказ – щирые и теплые слова подяки. Благодаря таким людям, как вы, хочется творить чудеса, делать добро и идти вперед. Дай Бог вам крепкого здоровья. Спасибо. Святые отцы говорили – спешите делать добро. Эпидемичная ситуация доказала, что медицинские работники – соправдные герои, которые высобляют головные христианские каштовности, любовь до близкого и милосердность. В складанных умовах пандемии Гомельская епархия им конец не покинуть без уваги как много больше людей самой высокородной профессии. Гомельская епархия, учитывая вот этот огромный труд наших врачей, младшего персонала, среднего персонала медицинского, выборочно, конечно, всех мы не можем нагреть, но фактически по 20 человек из каждого района награждает медалями в честь преподобного Манифе Гомельской и Иоанна Кармянского, отмечая этот человеческий подвиг. И желаю, чтобы всем, всем Господь помогал нести и дальше этот крест, на который мы призваны с вами, с любовью в своем сердце. А кроме того, епархия подрихтовала подарунки для областного родильного дома. Их отримают женщины, которые стали мамами на передании колядов. Чаровные новогодние святы протягиваются. На коляды с 7-го студеня у всех запрашаются на концерт, який пройдет на площади Мяленя на побочи с головной елкой. Свято будет складаться с некоторых блоков, различных на гостей у всех взрослых. Ранее колядные концерты проводились в громадско-культурном центре. За пандемией избирать сотни людей в закрытом помешкании небеспечно. Но не покидать же городжан бесколядного мероприемства. Тому было выращено зарабить концерт под открытым небом. Первая участка пройдет с 11 до 13 годин. Другая с 18 до 21. Нас, конечно, ждет праздничная программа в течение всего дня, праздничного, 7-го числа. Ну а в 11 часов мы приглашаем гостей жителей города поучаствовать в открытии мероприятия, посвященное Рождеству. Приходите, потому что в нашей программе примут участие традиционно коллективы города и области, поздравят наших жителей и гостей с замечательным таким церковным, духовным, душевным праздником. Ну и, думаю, подарят хорошее настроение всем. Гэта и инша новинная информация о проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. Усяго доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Таможенники пресекли канал поставки МДМА и марихуаны на территорию Евразийского экономического союза в международных почтовых отправлениях. Первая посылка следовала из Нидерландов на адрес жительницы «Гомеля». Эксперты установили, что кристаллическое вещество в ней – метамфетамин. Позже была обнаружена вторая посылка с марихуаной, также направленная гомельчанке. 21-летняя девушка и 20-летний парень, причастный к пересылке, были задержаны. По месту проживания одного из них обнаружено 4 свертка с метамфетамином и 6 марок ЛСД. По данному факту проведено расследование. Материалы дела переданы в прокуратуру. 18-летний житель Лоева приехал к любимой и украл две елки. Девушка сама подсказала, что через пару домов на улице стоят украшенные искусственные ели, каких у нее никогда не было. Вечером мужчина вырвал прикопанных красавиц и принес в дом сельчанки. На следующий день оперативники начали поиски пропажи. Молодые люди спрятали елки в подвал дома, а вечером подбросили владельцу. Но во дворе девушки следователи обнаружили отвалившийся элемент новогоднего украшения. Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи. Госавтоинспекция ведет поиск очевидцев ДТП, которое произошло в областном центре. Утром 5 ноября водитель автомобиля Toyota Avensis двигался по улице братьев Лизюковых вблизи дома номер 95. На нерегулируемом пешеходном переходе он наехал на 57-летнюю женщину. В результате ДТП она получила тяжкие телесные повреждения и была госпитализирована. Тех, кто располагает какой-либо информацией о происшествии, просят позвонить по телефонам, указанным на ваших экранах. Это все новости на сегодня. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб «Гомель» выходит из отпуска. Подготовку к новому сезону «Зелено-белые» начнут 12 января. На этот день у команды запланирована первая тренировка. Перед этим игроки пройдут тестирование. Оно состоится в легкоатлетическом манеже «Динамо» в предстоящие выходные. Назначена и дата первого спарринга. 17 января. Соперник – энергетик БГУ. Место и время проведения поединка пока не называют. Между тем «Зелено-белые» продолжает подписную кампанию. Новое годичное соглашение с клубом заключил один из старожилов – Руслан Юденков. За плечами у защитника 138 матчей в составе «Гомеля». В минувшем сезоне футболист провел 22 поединка в чемпионате и забил 5 голов. На поле он выходил с капитанской повязкой. Международный турнир по боксу памяти абсолютного чемпиона Советского Союза Алексея Юкова пройдет в «Гомеле» с 22 по 26 февраля. Бои будут проходить в зале бокса Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств. Награды будут оспаривать боксеры 2002-2003 годов рождения. Турнир пройдет в «Гомеле» в 25 раз. В нынешнем году он обрел статус мемориального. Алексей Юков ушел из жизни летом 2020-го. Соревнования входят в международный календарь Европейской конфедерации бокса. В Гомельской области анонсирован детский волейбольный проект «Китс волей» – инициатор областного отделения Белорусской Федерации волейбола. Цель – популяризация вида спорта во всех регионах области. На старте и подробностях проведения официально заявят после новогодних праздников. В Минске проходило первенство Беларуси по теннису сразу в трех возрастных категориях – до 12, до 14, до 16 лет. Гомельчане без наград не остались. В старшей возрастной категории в одиночном разряде у юношей «Золото» выиграл Николай Баньков. В состязаниях спортсменов в возрасте до 14 лет две серебряные награды у Станислава Бульбенкова в одиночном и парном разрядах. В шаге от пьедестала в паре остановились Всеволод Цхай и Дарья Сибелева. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.